МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Госпожа. Ты что, Симбюль? Боишься чего-то? Ещё как. Мне неспокойно, госпожа. Ибрагиму Пашу будет ошибкой недооценивать. Он уже много лет великий визирь Сираскер. Кроме того, не думаю, что он решился бы на такую низость, как убийство повелителя. Почему? Он так переживал о нём. Расстроился не меньше, чем вы. Симбюляга, не стоит верить всему, что видишь. Истинное своё лицо злодей скрывает. Симбюляга! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа. Юрем? Вот уж не ожидала тебя увидеть. Приятно, что мне так рада в этом доме. Оставь все эти игры. Зачем пожаловала? Слушаю. Ибрагим Паша дома? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Разве ты пришла к нему? Именно. Занялась своим вакфом и зашла к Ибрагиму за советом. Здравствуй, Ага. Какими судьбами? Собрался на рынок по кое-каким делам. Дай, думаю, зайду, узнаю, как ты поживаешь. Рада тебе. Располагайся. Да, спасибо. Чем мне тебя угостить? А-а-а. Подай обычной воды. Посижу и пойду по делам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы ведь помните, месяц Рамазан уже скоро начнется. Я дала Афифа Хатун кое-какие указания по подготовке. Кроме того, деньги из вакфа я планирую частично отдать на нужды благотворительности. Решила, что таким образом ты искупишь свои грехи? Ваша ненависть ко мне затмила вам глаза. И вы не видите истинного грешника. Кого же? М? Если ты имеешь в виду Ибрагима... Он идет по темному пути, госпожа. Темнее ночного сумрака. Что ты пытаешься сказать? Паша подозревается в серьезном преступлении. Так что над вашим дворцом повисли грозовые тучи. Попридержи свой язык, Юрем. К отравлению нашего повелителя Ибрагим не имеет никакого отношения. И не может иметь. Ты поняла меня? Как ты можешь бросаться такими обвинениями, клеветать на человека, занимающего пост великого визиря империи 14 лет? А вдруг это правда? Возможно ли делить с ним ложи? Когда есть такие подозрения? Ой, спасибо за воду, Нигеар. Как вы поживаете с Рустемом Агой? Надеюсь, к вам щедро, Аллах. Вполне ага. Живем потихоньку. Правда, многого ожидать не приходится. У тебя есть пища и над головой крыша. Нужно благодарить Аллаха! Для меня никого не существует, кроме дочери, Симбюль. Посмотри, видишь? Разве ноготь и палец можно разделить? Вы обязательно будете вместе. Ты уверен? Миру свойственно меняться. Как же можно знать, что будет завтра? В уныние впадать не нужно. Что с тобой? Ничего. Когда вы собираетесь в Теке, а? Рустем Ага говорит, скоро. Но я не думаю. Всё тянет время. А что? Нет, ничего. Рустем Ага, рад тебя видеть. Какими судьбами? Проходил тут мимо и надумал зайти. Ясно. Дай-ка мне стакан воды. Рустем Ага, мы очень беспокоимся. Вам что-нибудь известно? Ничего. Но он оттуда живым не выйдет. О, Создатель. Аллах, защити и помилуй нас всех. О, Аллах. Идите за мной. Смотрите в оба. О, Аллах. Паша! Паша! Ибрагипаша! Паша! Мы ранены. Охрана! Ждите здесь. Принеси все, что найдешь, чтобы перевязать раны. А вы за водой! Следите, чтобы туда ни одна птица не залетела! Вы двое охраняйте дорогу. Все. Паша, вставайте. Все в порядке, матракчи. В порядке. Со мной все в порядке, да. Что произошло, Паша? Кто это? Как ты сюда попал? Хотя Джа Султан меня вызвал. Как только вы ушли, она забеспокоилась. И не без оснований. Кто на вас напал, Паша? Тот, кто меня сюда позвал. Кто же? Неужели? Неужели? Госпожа права, Шахзаде. Усильте меры безопасности. Уже усилили, но предатель до сих пор на свободе. И это происходит в моем дворце. Простите, Шахзаде. Мы скоро поймаем предателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Матушка. Госпожа. Ты пойдешь на заседание совета? Разумеется. А в чем дело? Ни в чем. Я просто поинтересовалась. Лала ждет тебя у дверей. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. А ты постой. Тебя нам порекомендовал Ибрагим Паша. Я очень благодарна ему за услугу. Мы с Шахзаде тебе доверились. Простите, госпожа, если я в чем-то провинился перед вами. Что за мука терзает тебя? Откуда в твоих глазах страх? Госпожа. Я видела тебя вечером, Ташли Джалы. Ты сжег письмо. От кого оно? Уж не от Хюрем Султан Лем. Почему же это ты меня преследуешь? Торопишься на тот свет? Оставь меня! Что здесь происходит? Миш! Диана, хватит! Что случилось? Сейчас же объясни. Диана кралась по коридору тайком. А всем известно, в Гареме есть предатель. Я вырву тебе язык. А ну тихо! Куда ты направлялась? Я шла в покое нашей госпожи. Тогда слушай. Без меня никто не имеет права заходить в покое госпожи. Госпожа. В чем вы меня подозреваете? В Шахзаде Мустафе я предан всем сердцем. И ни за что не изменю ему. Тогда скажи мне. Что это за письмо? От кого оно? Госпожа, это личное письмо. И мне было бы неловко его обсуждать. Так вот оно что. Любовное послание. Такие письма не жгут в торопях, Ташлы Джалы. А теперь скажи мне правду. Госпожа, я клянусь... От кого письмо говори? Или я скажу Шахзаде Мустафе, что подозреваю тебя в измене. Госпожа, я не... Стража! Постойте, я все скажу. Это письмо. Действительно было любовным посланием. Но я вынужден был избавиться от него. Так как... Оно от... Михримах Султана, госпожа. Ты понимаешь, что из-за него тебе отрубят голову? Понимаю, госпожа. Кто-нибудь еще об этом знает? Нет. Никому не говори. Ты должен избавиться от этого чувства. Помни, все тайное когда-нибудь становится явным. Шахзаде не следует об этом знать. Я буду молчать. И что-нибудь? Госпожа. Сюмбюляга, как все прошло? Я виделся с Перчемом, и он сказал, что великого визиря и Брагиму Пашу следует искать среди мертвых. Я поговорил с твоей матерью. Она против отъезда Мехмета. Не хочет расставаться со своими любимыми детьми. Это так. Но Мехмед счастлив, он улыбается. Ну а ты, Мехримах, отчего вдруг перестала улыбаться? Да. Сулейман, ты меня звал к себе? Здравствуй, Херем. А мы тут беседуем с Мехримах. Повелитель, позвольте мне вернуться в свои покои. Ступай. Матушка Мехримах. Где это было? Заглянула к Хатидже Султан. Рамазан уже скоро, надо начинать готовиться. Ибрагим тоже там был? Нет, его не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Айас Паша занимается расследованием моего отравления уже давно. Но что-то не очень у него получается. То есть преступники настолько хитрые, что их невозможно найти? Мне не верится, что Ибрагим как-то причастен к моему отравлению, Хюрем. И хватит об этом. Ты ведь его обвиняешь, потому что вы всегда были врагами. Вы мне не верите. Я хочу, чтобы вы прекратили враждовать, Хюрем. Ты для меня значишь очень многое. Но пойми, Ибрагим тоже мне дорог. Я сам никогда не дам ход подобным грязным и голословным обвинениям. И не позволю, чтобы другие на него клеветали. Да. Ибрагим, что с тобой? Садись, я пошлю за лекарем. Насуха Финди перевязал мне рана, повелитель. Теперь все в порядке. Спасибо за заботу. Но что случилось? Я попал в подлую ловушку, повелитель. Все мои лучшие люди убиты. Кто он, Ибрагим? Кто это сделал? Кто посмел так вероломно поступить моим великим визирем? Хюрем, ступай к себе. Поправляйтесь, Паша, да поможет вам Аллах. Благодарю вас, госпожа. Как видите, я не очень-то спешу попасть на тот свет. Повелитель. Повелитель. Он сообщит, что это дело в ваших рук. Нет, не сообщит. Но нам следует быть осторожными. Пока что не станем ничего предпринимать. Жди от меня везти. А теперь я хочу услышать все. Кто посмел подослать к тебе этих бандитов? Сначала хотели лишить жизни вас, повелитель. А теперь меня. Думаю, это одни и те же люди. Ты кого-то подозреваешь? Нет. Но я велю провести расследование и обо всем доложу вам. Все эти покушения меня очень беспокоят. Выздоравливай. Поскорее разберись с этим. Слушаюсь. Хотите, Джесса, общим? Лучше не надо. Махидов Ран Султан кого-нибудь подозревает? Предатель Диана. Я в этом не сомневаюсь. Но меня никто не хочет слушать. Кто бы это ни был, он невероятно проворен и изворотлив. И очень силен. Диана как раз такая. Хюрем Султан не зря ее тогда выбрала. А что, если шпион кто-то из стражников? Кем бы он ни был, побыстрее нужно его найти. Иначе не будет покоя. Это так. Я ни на минуту не расстаюсь со своим сыном. Глаз не могу сомкнуть. Да. Фидан Хатун. Важное дело. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обыщите. Что такое? Это же моя постель. Диана, подойди. Что происходит? Одна из служанок видела тебя и сообщила. Что сообщила? Не понимаю. Твоя сумка? Моя. Что это? Не мое это. Увезти ее. Не трогайте меня. Отпустите. Шех Задо это письмо, которое принесла торговка. Его нашли у Дианы. Я ни при чем. Лучше расскажи правду. Ты шпионка. Это нашли среди твоих личных вещей. Письмо мне подбросили. Я не виновата. Есть свидетели того, как ты его прятала. Я бы не стала прятать, а сожгла бы. Почему мы должны тебе верить? Я ни в чем перед вами не провинилась. Я ведь завишу от вас. Откуда мне знать, что это не было игрой? Возможно, ты хотела втереться в доверие. Обвинение серьезное. Есть свидетели. Придется допросить тебя еще раз. В темницу ее. Диана. Наконец-то ты расплатишься за все. Это ты подложила мне письмо. Гадюка. Что ты такое болтаешь? Я тут совершенно ни при чем. Я убью тебя. Стража! Помогите! Стража! Не давайте ей пить ни капли. Стража! 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 Ибрагим! Что случилось? Успокойся. Ничего страшного. Я попал в засаду. Не важно. Это всего лишь царапины. Засаду? Кто подстроил ее, Ибрагим? Это Хюрен. Так ведь? Сбылись мои опасения. Это были не пустые слова. Что за слова? Ты идешь по темному пути, так она сказала. Вот и велела убить тебя. Это она посвятила жизнь интригам. Властвует над грязным болотом. Отчего ты мне не сказал, когда я спросила, как прошел день и где ты был? Не хотелось беспокоить тебя. К тому же, что не происходит, то к лучшему. С меня сняли обвинение. Повелитель считает, засаду устроили те же люди, что хотели свести счеты с ним. Нурбахар. Моя госпожа. Расскажи, как ты поживаешь? Все хорошо, моя госпожа. Весной мой брат Мехмед отправляется в Санджак. Ты его наложницы и едешь с ним. Огромная честь для меня быть рядом, Шихзаде, госпожа. Обращайся ко мне, если тебе что-то понадобится. Госпожа, благодарю вас. Что с тобой? Ничего, госпожа моя. Оставьте нас. Госпожа, ты не оставляешь следов и думаешь, что все сойдет с рук? Очень удобно, никто не сможет указать на тебя. Госпожа моя, вы опять гневаетесь. Лучше присядьте и успокойтесь. Держись подальше от Ибрагима, Хюрем. Иначе я тебя задушу своими же собственными руками. О чем вы говорите, не понимаю. Все ты понимаешь. Ибрагима ты пыталась убить, и мне об этом известно. Вы подозреваете меня, госпожа, но ведь у Паши очень много врагов. Никому не удается так хорошо наживать их, как ему. Уж ты бы молчала. Я уже говорила вам об этом. Паша на темной дороге. Вместо того, чтобы идти с ним, осветите его сиянием своей души. Паша высокомерие настолько затмило глаза, что он не видит у себя под носом огромную черную пропасть. Эта пропасть разверзлась и для всех членов правящего дома. Пропасть эта ты, Юре, засасываешь, как грязное болото всех, кто в твоем окружении. Но настанет время, и болото высохнет. Что с тобой, Нурбахар? Ничего, госпожа моя. С утра во рту не крошки, а в хамаме очень жарко. Лекарша сказала то же самое. Так что поправляйся. Айша Хатун, отведи ее в спальню. Уверена, что она беременна? Уверена, госпожа. Никому не говори. Если слух пойдет, то от тебя. Не беспокойтесь, госпожа. Почему вы промолчали? Нужно было поговорить с повелителем. И что бы я сказал на сухой Фенди? Что человек, который хотел меня убить, не кто иной, как ваша собственная супруга и женщина, которая родила вам четверых сыновей? Разве это не правда? Да, и что? Правда, это то, что хочет видеть султан, и то, с чем он согласен, Фенди. Не переживай. Хюрем Султан мне очень скоро заплатит за все нанесенные оскорбления. И что ее ждет? Да. Паша Хазритлери. Что там? Пришла Нигер Хатун. Хочет вас видеть. Я же ей велел не попадаться мне на глаза. Как она посмела прийти? Прогоните ее. Она сказала вопрос жизни и смерти, Паша. Я решил узнать на случай, если вы спросите. Хотите, я ее выставлю за дверь? Хатиджа Султан дома? Нет, Паша Хазритлери. Ладно, посмотрим, что ей нужно. Я тоже хочу заняться подготовкой к Рамазану. Гюльфэм Хатун, не надо беспокоиться. Хюрем Султан лично отвечает за все. Госпожа. Мне сказали, что ты здесь. Мы разговаривали с Афифэ Хатун. Скоро ведь Рамазан. Я собиралась поговорить об этом. Афифэ Хатун, позови на праздник по случаю Рамазана одного человека. Разумеется, госпожа. Скажите, кого, и мы отправим весть. Мою сестру. Бейхан Султан уже среди гостей. Я не Абейхан. Зовите Шах Султан. И Людфи Пашу пригласите с ней. Как прикажете, пригласим. Вы уверены? Шах Султан приезжала в последний раз, когда скончалась ваша матушка. Вы словом не обмолвились? В тот день я ни с кем не разговаривала, Гюльфэм. Паша Хазрат Лири. Говорят, у тебя вопрос жизни и смерти. Рассказывай, только поживей. Паша, с вашего позволения… Знаю я, что это за вопрос. Будешь умолять о встрече со смой Нур, просить прощения, верно? Конечно, мне хочется увидеть дочь больше всего на свете. Но я пришла сюда не за этим. До меня дошли слухи. Вам нужно быть осторожней. Хюрам Султан что-то замышляет против вас, Паша. Хм… Неужели? Опоздал твой совет. Сам знаю. Как? Что случилось? Скажи-ка лучше, как ты узнала об этом? Говори. А… Росте Мага. Не так ли? Ну, понятно. Вы же живете под одной крышей, значит… Вы можете замышлять что-то ужасное? Какую-нибудь новую интригу? Нет, никогда. Клянусь, я не имею к их интригам никакого отношения. Росте Мага держится со мной, как с врагом. Разреши их отец же Султан, он бы тут же развелся. Я была бы рада от него освободиться. По крайней мере, мне не пришлось бы уезжать с ним. Если тебе больше нечего сказать, иди. Как моя дочь, Паша. Хорошо, хорошо, за ней присматривают. Так что не волнуйся. Паша. Я очень тоскую по ней. Можно нам видеться, хотя бы в саду? Тебе пора идти. Письмо не мое. Это ловушка. Отвечай на мой вопрос. Кому ты служишь? Шахзаде взял меня в этот дворец. Вы сами видели. А вдруг ты нарочно подослана? М? Или тебя переманили, когда ты уже попала к нам во дворец? Ошибаетесь. Я Шахзаде не предавала. Довольно. Ведьма. Ты у меня заговоришь по-другому. Даже охрана тебя боится. Ты сильная. И ловкая. Чувствуется особая подготовка. Те письма ты носила. Не я. Кто же подстроил тебе ловушку? Гелизар. Кто? Гелизар Хатун. Она предательница. Она. Гелизар. Она назвала это имя. Поверить сложно. Разве это не может быть любой? Есть доказательства? Нет. Но она говорит очень уверенно. Привезти сюда Гелизара. Она здесь, Шахзаде. Гелизар Хатун. Диана уверяет, что шпионка ты. Что скажешь? Клянусь вам, это неправда. Клевета. Она с самого начала меня ненавидит. Все видели, как она бросалась на меня. Фиден Хатун. Фиден Хатун, ты что скажешь? За Гелизар могу поручиться. За Гелизар могу поручиться. Я ей полностью доверяю. Я знаю ее давно. Она очень трудолюбивая. Она... Мои глаза и уши в гареме. Я не верю, что она могла совершить предательство. Однако Диана указывает на нее. Она пытается спасти себя, госпожа. Диана никогда не любила Гелизар Хатун. И часто распускала руки. Выходит... Гелизар ее тоже не любит. Она не единственная их я, Финди. Диана в гареме не в чести. Совершенно ясно, что она лжет, чтобы выгородить себя. Достаточно. Ни одно из них не место в гареме. Диану казнить, а Гелизар выгнать из дворца. Гелизар Хатун. Слушаю, Финдан Хатун. Ты завтра уезжаешь. Собирайся. Как? А куда же мне ехать? Это уж твое дело, Гелизар. Шахзаде приказал выгнать тебя из гарема. О, Аллах, Аллах, какой ужас. Финдан Хатун, помоги мне. Я прошу тебя, я ведь ни в чем не виновата. Да, я знаю. Ну, что поделаешь. Таков приказ. Ваше Величество, переговоры с Великим Визирем о наших капитуляциях идут довольно медленно, но успешно. У османов ведется сейчас подготовка к итальянской кампании. Хочу вам сообщить один занимательный факт. Король Англии, желая изучить османские законы и применить их в своей стране, прислал сюда своих людей. Османская судебная система на англичан произвела сильное впечатление. Я присутствовал на рассмотрении одного дела и понял, что вызвало у них такой восторг. Зови Исаия-ответчика. Дмитрий Эфенди и Хасан Эфенди. Дмитрий Эфенди и Хасан Эфенди. Дмитрий Эфенди, ты подал иск. Расскажи, что случилось? Кади Эфенди, у меня в Галате есть небольшая лавка. Хасан Эфенди пришел туда, разорвал на клочки изображение Иисуса Христа и меня ударил. Все было так, Эфенди? Все так, Кади Эфенди. Неверный заслуживает этого. А ты разве Кади Эфенди? Какое право ты имеешь кого-то наказывать? Без постановления Кади даже султан это делать не может. Я его сто раз предупреждал. Вот и толкуй тут с ним. Имеешь претензии, кому ты должен к Каде обратиться. Если у нас каждый начнет свои порядки устанавливать, то будет хаос. Пусть своих идолов ставит, выходит. Да, Эфенди. Всех подданных повелителя Всевышний поручил нам. И не мусульман тоже. Иудеи и христиане находятся под защитой наших законов. Мы не принимаем их веру, однако мы не вправе вмешиваться в их религиозные установления. Значит, Мехмед хан Стамбул зря завоевал. Да, не напрасно видно говорят. Невежда бывает обычно очень упрям и неуступчив. Как осел. Когда султан Мехмед хан Хазрит Лериза воевал Стамбул, Хасан Эфенди, он даровал иноверцам такую привилегию. Послушай. Вот. Я, великий повелитель падишах Мехмед хан, сын султана Мурада, «Клянусь именем Создателя Небес и Земли, Священным Кораном, именем нашего великого пророка, мир ему во веки веков и благословения Аллаха, «Клянусь именами ста двадцати четырех тысяч пророков, я клянусь славными именами деда моего, отца моего, своим именем, именами своих потомков, а также мечом, которым я опоясан, что жители Галаты отдали мне ключи от своей крепости в знак нашей вечной и нерушимой дружбы и мира, покорились воле моей и признали мою власть. Я повелеваю, чтобы их обряды, а также все церемонии проводились в точном соответствии с требованиями их религий, чтобы им принадлежали их святилища и все, что в них находится. И пусть эти люди молятся так, как должно у них это делать. Пиши, Кетип Эфенди. Хасан Эфенди явно проявил злостное неуважение к вере Димитрия Эфенди. Это серьезный проступок. Назначаю Фалаку сто ударов палкой. Все. Храни вас Бог, Кетип Эфенди. Идите, идите. В Османской империи никто не ждет годами, как у нас, чтобы разрешить дело в суде. Все поступившие в суд жалобы удовлетворяются в краткие сроки. В христианских странах дело иной раз рассматривается много лет, а здесь всего лишь день или два. Султан благодаря четкой и быстрой работе судебной системы взял законные права народа под свою защиту. Все здесь, мусульмане, иудеи, христиане равны. Дело, о котором я рассказал, тому подтверждение. Я убежден, что Ваше Величество может создать еще более совершенную судебную систему. Назлы, где Михримах? Я ее сегодня не видела. Утром госпожа в хамам ходила, сейчас, наверное, в своих покоях. Сказать, что вы ее зовете? Нет, я сама пойду к ней. Госпожа. Кирасага. Вы хотели видеть шех Заде Мехмеда, но он еще не вернулся во дворец. Апер Чемага, они вместе собирались на верховую прогулку. Шех Заде уехал с Ибрагимом Пашой, госпожа, на верфи к Хизеру Харидину Паша. Что? Что ты сказал? Мехмед говорил мне, что он поедет кататься на лошадях. Простите, но мне так сказали у него, госпожа. Только никому ни слова про это. Иди. Хизер Харидин Паша, добро пожаловать, приветствуем вас, очень рады. Здравствуй, Сюмбелега. Это такая честь, что вы посетили наш дворец. Я к Ибрагиму Паше. Иди, скажи, что я здесь. Великого визиря Хазрет Лири во дворце нет, он утром еще уехал. А сказали, он здесь. Я хотел один вопрос обсудить. Ладно, я позже зайду. Сюмбелега. Ой, напугал. Я тебе сейчас как нападам. Хюрам Шултан зовет тебя. Крысеныш. Госпожа, вы меня... Что я тебе велела, Сюмбюль? Этот разговор у нас только вчера был. Что случилось, госпожа? Мехмед, где он? Ну, ответь мне. Срустая мамагой, а не в саду. А Кирасага говорит другое. Что Шахзаде с Ибрагимом Паше уехал, и его нет дома. Они отправились на верфи к Хазыру Хайреддину Паше. Госпожа, этого не может быть. Я только что видел Хайреддина Пашу. Он к Ибрагиму Паше как раз приехал. Но я сказал, Паше нет. О, Всевышний. Мехмед, сыночек. Они что-нибудь сделают с ним. А в какой Санджак я поеду? Это будет решать повелитель Шахзаде. А у вас есть пожелание какое-то? Я бы в Амасью хотел. В Амасью? Амасья – большой Санджак. Очень важный для охраны наших восточных границ. И для приобретения серьезного опыта Шахзаде. Красиво здесь, да? Да, великолепный вид. Раньше, когда было больше свободного времени, я часто приходил сюда подумать, отдохнуть. Госпожа. Я к повелителю, доложи ему. Повелителя нет, госпожа. Нет, а где же он? Не могу знать, госпожа. А я сейчас был у Йехьи-Эфенди. Мы вспоминали о тебе, и я вот решил заехать. Ах, для меня это высокая честь. Йехьи-Эфенди, в добром здравии, я надеюсь. Он здоров. Да хранит его и всех нас, Аллах-Эфенди. Аминь, государь, аминь. Я один свой сон, Йехьи-Эфенди рассказал. Его толкование меня тревожит. А теперь я хочу узнать, Эфенди, что ты скажешь. Повелитель, что же могу я к толкованию Йехьи-Эфенди добавить? Все-таки я расскажу, сын. Дорогу! Косыки хюрем султан хазрет лири! Госпожа. Перчамага здесь? Он с Шахзаде и Ибрагимом пошел и уехал. Госпожа. Рустамага, Мехмед исчез. Они убьют его. Никто на такое не пойдет. Успокойтесь. С Ибрагимом пошел и они поехали. Сказали, что на верфи, но их там нет. Это ложь. Где перчамага? Куда они делись? Ага. Ты знаешь, где они? Знаю, ага. Шахзаде, прошу вас, осторожней. От Мустафы есть вести? Да, у него все хорошо. Шахзаде Мустафа счастлив, что у него такой брат. Ведь вы спасли его в Манисе от смертельной стрелы. Мустафа тоже бы так поступил? Не сомневайтесь, Шахзаде. Скоро кончится эта прогулка. Да, у Паши встреча с послом. Ему пора уже возвращаться. О, Аллах, спаси и сохрани моё дитя, молю тебя. Аминь, госпожа, аминь. Скорей же, быстрее! Быстрее там! Гоните! Лиц я не различал. Но один сидел на троне, а другой стоял рядом. А потом я увидел голову моего Мехмеда. Она лежала в мешке окровавленном. Да сохранит великий Аллах Шахзаде и пошлёт ему долгих лет жизни, повелитель. Аминь. Что всё это означает, Хаджа-Чалеби? Государь. Говори всё, как есть, всё, как ты думаешь. Ну, не стоит этот сон толковать, как что-то дурное, повелитель. Вы же знаете, что ваше Шахзаде – это, так сказать, будущее османской династии. Вероятно, вас одолевают какие-то сомнения, какие-то опасения насчёт будущего её. Ты говоришь, ничего дурного, но это же была кровь моего сына. Повелитель, ну, это некий символ грядущего. Как бы ни мучился ваш разум, как бы ни терзался, вы, в конце концов, примете решение. И когда это случится, династия и всё её будущее или окажется под угрозой, или наоборот, она укрепится и будет продолжаться. Вот мои скромные мысли по этому поводу, повелитель. Ну, а эти два человека, чьих лиц вы не увидели, они… Они или одержат верх, или же они проиграют. Понятно. Повелитель, в этом мире самое важное – всегда держать твёрдые и очень ровно весы правосудия. Но когда дело касается наших близких, то… Эти весы в равновесии удержать трудно. Не так ли, повелитель? Эсмилянхи рахмани рахим. Что такое? Я узнаю, госпожа. Госпожа. Рустамага, что случилось? Почему встали? Вот здесь это место. Эсманур. Папа! Красавица моя. Моя доченька. Давай-ка сядем. Ну, как дела? Какая же ты у меня хорошенькая. Скучно тебе здесь, да? Мой цветочек. Госпожа, не ходите. Мы поищем. Нет! Синяя, да. Убеди госпожу отсюда. Госпожа. Нет! Нет! Не отпустите! Мехмед! Мехмед! Мерча, врага! Мехмед! 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 Мама! Мехмед! Мехмед! Я вам так благодарна! Мама! 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 Что случилось? Мехмед, Мехмед… Мехмед… Матушка… Мехмед, сыночек мой… Хьюэн, что такое? Что с тобой? Мне… сон, кошмар ужасный приснился. О, Аллах, благодарю тебя. Кто же спит днем, матушка? Я просто задремала. Другой кафтан… Мне его подарил сегодня Ибрагим Паша. Ибрагим Паша! Госпожа… Даже если я сейчас задушу тебя своими руками, я не успокоюсь. Селенок не хватит у тебя, чтобы меня убить. Ты не поняла еще этого? Это наше с тобой дело. А детей моих не тронь! Я ведь говорил то же самое, когда моя дочь у тебя была. Это же другое! Ах, другое… Помнится, я тебе уже говорил о разнице между орлом и голубем. Полагаю, теперь ты эту разницу поняла. Я всегда делаю то, что мне надо и когда мне это надо. И никто мне помешать в этом не сможет. Особенно ты! Не надейся. И, кстати, заруби себе на носу, что я никогда не пролью кровь невинного человека. А у Шехзаде тем более. Наоборот, я жизнь отдам свою за Шехзаде Мустафу. И также Шехзаде Мехмеда защищать готов. Если придется и от тебя, и даже от самого повелителя. И знаешь почему? Шехзаде – это будущее нашей страны и великой Османской династии. Понятно тебе? Мы с Ибрагимом Пашой гуляли, много разговаривали. Я до своего отъезда в Сан-Жак при нем буду. Он за это время мне подробно расскажет все, кто чем заниматься должен. Я буду наблюдать, как готовиться к новому походу. Хорошо. Итальянский поход для нас очень важен. Ведь Рим – это сердце неверных. И Стамбул когда-то им был. А теперь он – наше сердце. Из соизволения Аллаха армия ваша. Я уверен, и Рим покорит. Иншаллах. Ибрагим Паша на суше, Хариддин Паша на море, непобедимые полководцы. С ними мы одержим еще очень много побед, отец. Если Аллах захочет этого. Если Аллах захочет. Да. Повелитель. Шехзаде. Да, Ибрагим. Мехмед тут о тебе и о Хазире Хариддине Паша говорит. Уверяет, что вы непобедимые полководцы. Благодарю, Шехзаде. Наша непобедимость, повелитель, зависит полностью от вашей воли. Шехзаде Мехмед горячий страстен. Уверен, он больше нас преуспеет в родном деле, благодаря острому уму и своим дарованием. Иншаллах. Ибрагим. Но что эти изменники, которые хотели тебя убить? Ты уже нашел их? Клянусь, мы не знаем, госпожа, где Шехзаде Мехмед. Нигде его нет. Мы всюду искали. Значит, плохо, Сюмбюляга. Искали. Немедленно найдите. Госпожа. Матушка. Мехмеда нашли уже? Что с ним? Ничего, дорогая. А Сюмбюляга говорит, его нигде нет, не могут найти. Не волнуйся. Мехмед сейчас у повелителя. О, Аллах, наш защитник небесный, благодарю тебя. Как вы? Он как наш Шехзаде. Все хорошо, госпожа. Да, Сюмбюляга. Хвала тебе, Аллах. Выходит, было что-то? Да нет. Мехмед просто сказал, что в сад пойдет, а уехал с Ибрагимом Пашевой. Ну, а мы не знали. И забеспокоились. Ладно. Мехрима, иди к тебе. Я, пожалуй, отдохну немного. Ибрагим Паша над нами зло пошутил. Он меня сломать решил, и ему это удалось. Ибрагим Паша над нами зло пошутил. Убил, не всаживая нож в сердце. Госпожа, ну как же это понимать? И кафтан Шехзаде, который мы там нашли. И сперчимом огой, вон что. Паша ему другой кафтан подарил. А затеял это, чтобы проучить меня. Ты оговорила Гюлизархатун. Из-за тебя ее теперь вышвырнута с гарема. Ее нужно убить. Да, надо убить. Но только не ее, а тебя, Диана. И завтра это произойдет. Так приказал Шехзаде. Воды! Дайте мне воды! Воды! Эй, что такое? Эй, что? Эй. Эй! 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шахзаде! Кто подослал тебя? Шахзаде! Позвольте я, отдайте её мне. Говори сейчас же! Уведите! Вы не пострадали, Шахзаде? Она спасла вас, Шахзаде. Я свежала из темницы, чтобы предупредить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Аллах, защити моих детей. Убереги их от горя и страданий. Султан Сулейман, хан Хазрет Лири! Султан Сулейман, хан Хазрет Лири! Жак Мехмеда, умоляю тебя, мне очень страшно. Мы уже говорили об этом. Садись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сулейман, мне приснился сон, такой страшный. Как будто я потеряла сына. Ищу его, ищу всюду, и нигде не могу найти его. Это так ужасно. И вдруг я возле пропасти оказалась, и там кафтан увидела. Кафтан Мехмеда. Никакого дурного знака тут нет. Выбросьте этот сон из головы, Хюрем. Наш сын уже взрослый, шех Заде. Его берегут, как зеницок. И занимается с ним Ибрагим. Он подготовит его к службе. Меня это и тревожит, Сулейман. Ты же знаешь, Ибрагим Паша очень любит шех Заде Мустафу. Он с детства учил его. И никогда он не станет сам готовить Мустафе соперника. Хюрем. Он взялся за это, чтобы избавиться от меня и Мехмеда. Ему надо, чтобы мы уехали. Только я одна вижу эту опасность. Но меня не слушают, не верят мне Сулейман. Запомни, пока я жив, дорогая. Ни тебя, ни Мехмеда никто не обидит. Вам нечего бояться. Госпожа. Ибрагим. Когда ты вернулся? Да только что. А где ты был днём? Я искала тебя. Стала беспокоиться. Ну куда же ты пропал? Хюрем Султану рог давал. Полагаю, она его очень хорошо. Усвоила и запомнит на всю жизнь. Хюрем? Замечательно. А что ты сделал? Да это не важно. Главное, будь уверена, она больше не нарушит наш покой. Иншалла. Ибрагим. М? Ты позволил Нигер приходить к девочке. Все опримечают пташки. Ничего ты от них не скроешь. Ты прав. Каюсь, у меня есть шпионы. Все они следят за тобой. Так что впереди ты уж старайся быть осторожней. Я с самого начала знала, что ты предательница. Я не предательница, Диана. Ты хотела убить Шихзаде, змея. И ты еще говоришь, что ты не предательница? Просто есть другие Шихзаде. И госпожа есть другая. Ты служишь этим, а я тем. Мы лишь исполняем приказы, что отдают нам. Значит, она ответила. Хюрем Султан приказала. Так и сказала. Может, все это интриги хотят вас столкнуть с повелителем? Ты имеешь в виду, что она врет, да? Не знаю, Шихзаде. Но нам нужно все хорошо продумать. Так как девушка говорила о матери ваших братьев. Здесь нельзя ошибиться. Твой совет? Девушку надо казнить. И навсегда забыть эту историю Шихзада. Иначе это как ловушка. Любой ваш шаг может иметь очень серьезные последствия. Может, ты и прав. Хотя... Я могу и пожалеть, что не предпринял никаких шагов. Если смолчу, на меня будут нападать и дальше. Шихзаде, решайте. Я исполню все, что вы прикажете. Ты получишь по заслугам. Завтра утром тебя казнят. Пусть я знала, что на смерть иду. Если бы я Шихзаде убила, я бы отсюда живой все равно не вышла. Я вижу, ты смелая. Что, тебя специально готовили? Ну да. Диана, у меня много золота есть. Мне за эту работу дали. Я спрятала его. К чему ты говоришь мне это? Подкупить меня хочешь золотом своим? Понимаешь, у меня есть родные. Мама, сестра, они в Стамбуле. Я их привезла туда тайно. Ты отдай им золото мое. Оно в бельевой. Запоминай, лежит под доской. Сломанной. Где сундук? В полу. Госпожа. Так вот та змея, которую нам Хюрем подсунула. Да как ты посмела покушаться на жизнь Шихзаде, дрянь? За душу как... Госпожа. Не надо. Нет, убить, это легкая кара. Ты сначала страшные муки изведаешь. Стража! Слушаю, госпожа. Сделайте так, чтобы она кричала от боли и просила о смерти. Как прикажете, госпожа. Диана. Ты не должен уезжать из дворца, не сказав мне, Мехмед. Я не ребенок уже. Смиритесь с этим. Я скоро уеду в Санджак. Без моего благословения ты не уедешь! Мехмед. Если б мир был так же невинен, как ты, но, увы, он не таков. И поэтому, сынок, я прошу, если я что-то говорю, ты прислушайся к матери. Я ведь желаю тебе только добра. В общем, я уже сказала. Никуда без отца или без меня из дворца не уезжай. Да что же случилось? Вы такая странная стали. Мехмед. Я не буду уезжать, обещаю. Матушка. Мехримах. И вы тоже здесь? Уже уходить собираюсь. Мешаю? Да нет. Я зашла просто повидаться. Хорошо. Госпожа. Иди сюда. Ты бываешь у Шахзаде в покоях? Да. Шахзаде так желает, госпожа. Я надеюсь, ты осторожна? Да. Конечно, госпожа. Чудесно. Так ты всё узнал? Что узнал? О чём? Ну, твоя Нурбахар. Она беременна. Это лекарша сказала. Так что совершенно точно. Ты уже сказала матушке? Не бойся, нет. Иначе, как заведено, от ребёнка сразу избавится. А Нурбахар выгонит отсюда. Получится из-за меня, а я бы не хотела. Ты уж реши это сам. Она здесь, я её пригласила. Стража! Пусть Нурбахар Хатун войдёт. Шахзаде. Распожа. Подойди сюда. Ты недавно в обморок упала. Лекарша сказала, что ты беременна. Думаю, тебе это известно. Мехримах, ты иди, хорошо? Мехмед? Я сказал, иди к себе. Почему ты ничего не сказала? Простите, Шахзаде. Я испугалась. Я так боюсь потерять. И своего ребёночка, и вас. О, не допустите, чтобы его убили. Не бросайте меня, Шахзаде. Умоляю вас. Выходит, я вижу молодой месяц. Я тоже его вижу. Я первый увидел. Нет, первый я. Кадди и Фенди, Кадди и Фенди, я видел молодой месяц. Кадди и Фенди, Кадди и Фенди, Кадди и Фенди, я видел. Кадди и Фенди, я видел. Я первый увидел Кадди и Фенди. Я первый, Кадди и Фенди. Тихо, тихо, что вы так расшумелись? Что это они? Да месяц молодой увидели, Кадди и Фенди. Да, вот оно что. Молодой месяц, какая радость. Значит, Всевышний позволил нам ещё раз встретить Рамазану, Аллах. Спасибо. Так кто увидел его? Я увидел его. Нет, он врёт. Я первую увидел. Ну-ка, тихо, тихо, ребята. Недостаточно увидеть месяц. Нужны ещё свидетели. На, положи на место книгу. Дети, идёмте, идёмте туда скорее. Принеси к автам. Пошли. Давайте, шагайте. Покажите, где вы видели молодой месяц. Дома. Да, дети правы. Молодой месяц. Я это свидетельствую. Эфенди, а ты? И я свидетельствую. Молодой. Эфенди, а ты? Это молодой месяц. Хорошо. Великий Аллах, идёмте. Вы действительно видели месяц. Но кого же мне вознаградить, кто месяц первым увидел? Я увидел первым, значит, меня. Я вам клянусь, я раньше его увидел. Я раньше, Кадди и Эфенди. Я первым увидел. Ладно, ладно, дети, успокойтесь. Заслужили оба. Дай мне мешочки. Это тебе, а вот это тебе. Храни вас Аллах, Кадди и Эфенди. Идите, ребята, бегите. Надо сообщить скорее госпоже, что уже новый месяц появился. Она даст разрешение, и мы зажжём в мечетях светильники. И пусть мусульмане знают, наступил Рамазан, священный месяц. Пошли. Проходите. Радуйтесь, радуйтесь. Вот и начался священный месяц. Аймашалах! Шакерага, шакерага. Он родился, родился, молодой месяц. Пришёл Рамазан. А вы тут синим сидите. Брось ты свои шуточки, рано ещё. Эй, как это рано, милый мой? Ты что, голоса не слышишь? Ну ладно, что такое? Ох, вы меня не вынуждайте ругаться в канун Рамазана. А ну сейчас же поднимайтесь. Встали, я сказал, встали. К ночной трапезе готовьтесь, бездельники. Ох, лох. Давай, давай, подъём. Как хорошо, Белял, как хорошо. Да. Госпожа. Можешь идти. Госпожа, это вам. Зюмли Тага. Ташлы Джалы здесь, он приехал. Госпожа моя, не ходите. Вдруг Хюрам Султан узнает, не приведи Аллах. Ташлы Джалы. Паша Хазры Тлири. Зачем приехал? Их я. От Шех Заде очень важные вести, Паша. Что такое? Паша. От Шах Султан нет еще вестей? Она уже в пути. На следующей неделе её ждём. Понятно. Вы её пригласили сюда из-за Хюрам Султан? Она же моя сестра. Мне не нужен особый повод, чтобы пригласить её. Это не Ташлы Джалы? Да, но он ведь в Манисе должен быть. Значит, приехал. Не случилось ли что? Шех Заде велел всё рассказать вам. Хорошо. Ты только не показывайся нигде пока. Даже домой не ходи. Да, Паша, я понимаю. Найди насухой Финди и расскажи ему. Да, как прикажете, Паша. Афиф и Хатун, как дела? Вы закончили? Да, мы всё подготовили, госпожа. Не извольте беспокоиться. Выполнили все ваши советы и указания. Хорошо. Я договорилась с Зеной Абхатун. Во время Рамазана она вместе с женой Аяса Паши делами вакфа будет заниматься. Да вознаградит вас Аллах, госпожа. Благодаря вашим заботам бедняки будут сыты и одеты. Всюду для них бесплатные угощения устроят, вещевые лотки откроют. Я слышала, собираются раздавать деньги и хорошие подарки. Ну да. Ах, госпожа, все будут возносить молитвы за вас. Афиф и Хатун. Госпожа. Всем беляга. Ибрагим Паша очень вас видеть желает. Почему в такое время? Что за беда у него? Клянусь, он ничего не сказал больше. Вот и пришел Рамазан, матушка. Утром начинается первый день поста. Мы готовы, сынок. Сделали все, что нужно. За тебя будет вся Маниса молиться, весь Санджак. Спасибо. Ташлы Джалы, наверное, добрался уже до столицы. Вообще-то да, должен. Ибрагим Паша, конечно, достойно уладит все. Но я что-то неспокойна, сынок. Забудьте об этом. Диана, госпожа, ты не думай, я о тебе помню. Отныне ты главная колфа. Паша, вы очень щадры, госпожа. Я у тебя в таком долгу, что всеми сокровищами мира не расплачусь. Да. Повелитель. Добрый вечер, Хатиджи. Что-то случилось? Да нет. Мы хотим вас завтра пригласить к нам на первое вечернее разговение. Мы так давно не собирались все вместе. Спасибо, мы приедем. Пусть священный Рамазан принесет нам добро и счастье. Аминь. Повелитель, я попросила приехать сестру Шах Султан к нам. Она выехала уже, и недели через две здесь будет. Очень хорошо. И Бейхан надо пригласить. Я пригласила ее. Приедет тоже. Валиде нет с нами, и очень хочется побыть с сестрами. Госпожа. А если это подвох какой-нибудь, от него всего можно ждать? Сюмбюль, что он сделает мне здесь? Все-таки я прошу вас, давайте примем какие-то меры. Стой здесь и жди меня. Госпожа. Госпожа. Говори, что хотел, а то я тороплюсь. Да не бойтесь вы. Я и не боюсь. Так зачем ты звал меня? Стража. Это кто? Что происходит? Что происходит? Это девушка, которую вы послали убить шеф-заде Мустафу. Ее привезли из Маниса, чтобы доставить государю. Так что, настал час расплаты за все содеянное, госпожа. А вы? Тогда, дур company на тревогах. Когда-бо коммендี่ здесь. Сονч's момент. Так что... Но перитры еще раз. Так что, всеier.